В здании школы номер 11 Белгорода капитальный ремонт выполнен на 15%. Он стартовал в июне по поручению губернатора области. Сейчас проводятся демонтажные работы, приступили к устройству инженерных сетей, электрики, вентиляции, отопления и слаботочки. Впереди огромный спектр у нас. Это благоустройство, наружная отделка и, конечно же, общестроительная работа, финишное штукатуривание, окраска стен, устройство потолков и так далее. Потому что работы очень много, сроки сжатые. Школу должны сделать к июду следующего года. Зданию школы в этом году исполняется 64 года. Последний косметический ремонт проводился 16 лет назад. На сегодняшний день оно и физически, и морально устарело, и не соответствовало современным требованиям. Не могли, например, все оборудование, которое нам поставлялось, даже до той же доступной среды, его внедрить, потому что электропроводки наши, они не позволяли, вообще вот коммуникационные системы, не позволяли нам сделать все, что можно. У нас второй этаж, например, вообще нет воды. В начальных классах сейчас туда будет проведена вода. В планах полностью обновить спортивную площадку, тротуарную плитку, дорожное покрытие, озеленить территорию. Большое внимание уделяется удобству детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь у нас уже монтируются туалеты для детей-инвалидов, которые в школе тоже у нас отсутствовали, для детей-колясочников. Здесь будет специально приспособленное помещение. Актовый зал также преобразится. Планируется установка нового современного оборудования, поэтому полностью видоизменится его структура. Поскольку надо будет все-таки большой экран располагать на стене, у нас изменены проходы. Вот здесь будет сделана отдельная комната для проектирования и работы с музыкальным оборудованием. И пожарный вход у нас перенесен в другую сторону. Это тоже очень удобно будет для того, чтобы можно было в случае необходимости эвакуировать детей. Раньше школьный медпункт не отвечал актуальным санитарно-эпидемиологическим стандартам. Сейчас это исправили и построили отдельный медблок, соответствующий всем нормам и правилам. Здесь у нас будет процедурная. Рядом мы можем пройти. Это будет кабинет врача. И вот этот тамбур необходимый для входа детей в кабинеты для того, чтобы разделять потоки детей. Всего на ремонт 11-й школы выделили 207 миллионов рублей. Обновленное здание примет 650 учащихся 1 сентября 2023 года. В дальнейшем планируется пристроить еще один учебный корпус на 400 мест. Напомним, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в этом году капремонт начался в 12 образовательных учреждениях Белгорода. Пяти учреждениях работы должны завершить до конца 2022. Оставшиеся семь откроют свои двери после ремонта в День знаний в следующем году. Денис Тремаусов, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.